Ну, мне, например, это нравится, не знаю, как Саша, мне нравится, что надо сейчас дернуться, я уже дернулся, я уже как бы засуетился, что-то стал делать, и мне это интересно. В каком-то смысле это такая вторая молодость, и очень много вещей, которые были накоплены, но они не могли реализоваться в совместном проекте, что у меня, что у Саши, а теперь мы их можем сделать, и у меня сейчас там идей больше, чем я могу себе позволить сделать. Так что, здесь что-то позитивно для обоих. Это значит, что... Да, но твоего развития, свое развитие, оно не просто. Никого не видно. Ты как бы уже вырос, пока там еще работы отстают, или даже они, может быть, опережают время. Но люди этого еще не видят, потому что это должно произойти... Ну, это обычная история. Кто-то должен написать правильную статью, потом она должна появиться еще где-то, человек ее увидел там, услышал мнение, что-то задумал, кто-то где-то сделал нечто подобное. И оно как-то устраивается в голове уже, и ты вдруг начинаешь видеть ее истинную ценность. А реально увидеть истинную ценность произведения вот так с листа, я скажу, я честный человек, я про себя могу сказать, я сам так видел, ну, 10 раз в жизни. Твой проект, который ты делаешь, если он новый и таким-то образом, я не знаю, интересует какую-то инновацию, ты должен быть готов к тому, что его сразу не примут. Потому что сразу могут принять только то, что уже всем понятно, очевидное, то есть, как бы, никому не нужное, на самом деле. А любое хорошее, так сказать, новое, ну, вот, условно скажем, квадратного вещи до сих пор обсуждают. Что там обсуждать, я не знаю, больше столет уже, но все равно люди обсуждают, может его сын так нарисовать квадрат или не может. Понимаешь, да? Вот это искусство, которое, как бы, оно, да, или там, понимаешь, там они приходят и говорят, ну, я импрессионистов люблю, а вот Пикассо уже для меня уже, для кого-то уже и Пикассо, как бы, еще, понимаешь? Поэтому, а сейчас вообще все настолько, как бы, размыто, настолько все на, и так много всего, что, как бы, даже обсуждать. И просто, я даже вообще никогда и не такое не требую, чтобы люди там как-то и напряглись. Пришли, посмотрели, слава богу, остановились на минуту, поклон, вот. И делали некий проект такой, он тоже почему-то не имел как-то большого успеха, хотя как-то кому-то понравилось, кому-то нет, но неважно. Мы нарисовали там очень большие картины, на всякие, такие, скажем, скажем, картины были прям такие постмодернистские совсем, то есть якобы Тексан, якобы Рембранд, ну, с какими-то шутками, неважно. Неважно, там, какие картины, они были большие, там, сюжетные, ну, это не имеет значения, но могли быть другие картины, но в картинах были дырочки, ну, они были не видны никому, про них никто не знал. Там были встроены видеокамеры, и когда люди спускались вниз с выставки, а это было большое палаццо двухэтажное, когда они спускались вниз, там была, значит, стрелочка, продолжение просмотра, они сходили в маленькую комнату, ну, и там был, из каждой картины камера снимала, и была поставлена задержка на 10 минут, приблизительно, мы просто просчитали, посмотрели, как люди ходят, за сколько люди проходят в улице, они проходят ее за 10 минут. Ну, нашу выставку, где было там, сколько там, 9 или 10 картин, вот они проходят за 10 минут, 10-12 минут. И, соответственно, когда они спускались вниз, вот, они как раз видели так, как они смотрят картины, то есть, как бы не они смотрят картины, а, как бы, картины смотрят на них. Вот, и в этом смысле, вот, это вот был, и эта работа вот круглосуточно, и это было, конечно, тоже интересно, потому что, ну, с точки зрения того, что я тебе говорил, то есть, люди, которые походили, говорили, слушай, так классно, нам понравилась выставка, очень отлично, выставшие молодцы, это просто здорово, так отлично, а потом, ну, пойдем, 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 спустимся, мы спускаемся вниз, и видим, есть людей, как они стоят, смотрят, так, типа, какая гадость, им так неудобно было. И, как ты понимаешь, куда двигаться, потому что, в принципе, уже описано все, написано все, любым языком, вот, я не представляю, какой ужас в вашей профессии, когда за спиной уже столько всего, как ты справляешься с этим ужасом? Ну, с трудом я справляюсь. Знаешь, есть несколько разных способов, например, один способ, это какое-то время вообще ничего не читать, ничего не смотреть, и как бы ты как-то себе легче. Но, это не решает проблем, потому что, конечно, потому что, конечно, ну, дело, знаешь, это, как бы, то есть, есть, ну, вот у меня есть некий опыт, да, на котором я остался, мой личный, мой личный опыт и опыт каких-то людей, которых я наблюдал, то есть, ну, где меня нельзя провести вокруг пальца, да. Ну, то есть, понятно, любой, там, текст, он меня вокруг пальца проведет легко, потому что я не готов на таком уровне защищать свои мысли на уровне текста. А на уровне реальности я очень, как бы, внимательно смотрю за, там, определенное количество людей, за собой, и я, как бы, понимаю, как бы, я знаю правду про них, как они развивались, как они дергались, куда, что, как. И на, вот, на таком практическом уровне я могу делать какие-то некие движения и некие прогнозы. Ну, это все короткого, короткого шага действия. А если говорить про большой шаг, то, то я допускаю, что он просто сейчас и невозможен, потому что, не потому что все, что было там и уже было, но всегда все было, как бы. И всегда кто-нибудь что-нибудь придумает. Ну, просто я подозреваю, что это уже будет не в наших головах, не в головах нашего поколения. Мы все равно дожевываем некие вещи, которые, которые, ну, которые еще можно жевать, другого говоря, понимать. Просто об этом часто пишут, как бы, реакционные, знаете, критики, и поэтому, как бы, не принято это поддерживать. Но, на самом деле, так оно и есть где-то. Просто искусство, оно всегда пробьется. Настоящее искусство, оно пробьется везде. Через старинизм, фашизм, через таком слаги, пианат, через все, что угодно. Я беру самые жесткие методы физического, так сказать, уничтожения. Все равно оно таким образом пробивается. Вот. А лучше в любой, так сказать, более-менее действующей на той нормальной системе, оно все равно будет чистить каким-то образом. Но, но, сама арт-система, она устроена по принципу, ну, скажем так, прямо характеристическому принципу, да? Определенная система, которая обслуживает, ну, скажем так, эту идеологию характеристическую. Я не против. Просто это реальность. Как бы, это, что говорить, я за, я против, там, мне левые не нравятся, тоже, правые не нравятся, я за анархию. В каком-то смысле я за анархию. Вот. Но без жертв. Вот. И, и, и вот эти художники, которые есть, они, как бы, писают перед выбором. Если ты не попадаешь в систему, то ты не можешь развиваться. Ну, то есть, как бы, это вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Они сразу получают вот такой в руки вопрос. И понятно, что они, даже они критикующие как бы систему, с левых каких-нибудь позиций. Но они получают какие-то гранты в этой же левой системе, потому что она тоже встроена в эту систему. Это большая система такого глобального уже, как бы, определенной глобальной политики, ну, к которой или по которой движется человечество. Соответственно, должна быть культура, которая ее описывает. Есть некая культура, она устроена так. И там есть, понятно, коммерческие структуры, есть некоммерческие структуры, фонды, всякого рода там, гранты и так далее, и так далее. Но ведь они же тоже, надо же понимать, что любой грант там, ну, например, есть там правила. Ты можешь знать, если ты не знаешь правил, ну, например, толерантность, да, толерантность. Вот ты сказал негр, все, до свидания. Написал, я хочу сделать проект про негров. Я говорю, извините, ребята, про американцев, они даже говорят, извините, до свидания, все. А ты, может, искренне хотел сделать, ну, просто там, ты живешь в Тобольске, и там так вот, ну, так говорят негры и негры, там не говорят так про американцев. Я не про то, что он должен быть грамотный и не знать. Я просто говорю, в принципе, про то, что система, она все равно устроена по определенным табу. Ты должен понимать, что ты должен быть там, быть толерантным, быть таким, быть таким, и ты, но, и люди, которые это понимают, они это, ну, которые пользуются этими правилами, они хорошо продвигаются, но они нетолерантные. Вот в чем вся суть. То есть ты изображаешь толерантность. Но в любую секунду ты можешь вынуть ножик и прорнуть, вот, ну, изображаешься толерантного человека. А очень часто честные люди, непонятные художники, они позволяют себе всякие высказывания, они могут, там, вести независимую какую-то политику, и они не могут продвинуться. И в этом смысле парадокс, как бы, что часто по вот этой лестнице продвигаются конъюнктурщики, которые понимают, что нужно говорить, как писать все эти бумаги и так далее, и так далее. И в этом смысле система, она несовершенна, ну, какая и есть, вот, когда идеальный порядок, то все. Потому что, ну, то есть, ну, когда все правильно построено, ну, грубо я так скажу, когда все правильно построено, когда у тебя лучшее, все, все лучшее, то все начинают уже, как бы, мысленно все начинают отдыхать. То есть, система перестает работать. Когда она сделана идеально, перед ней, по ней перестает идти, как бы, ток. Ну, если грубо. Вот, в каком-то смысле современное искусство, его, как бы, эта система, она тоже построена, в каком-то смысле, уже идеально. И в этом смысле по ней перестает идти ток. Ток открытий, ток риска, все очень, вот, ну, то есть, про институции. Сейчас художник, он ничего не, он вообще никто. Художник ноль. Институции, 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 все. Фонды, кураторы, там, даже кураторы уже, как бы, ничто. То есть, это, как бы, произошло, как глобализация, как бы, в каком-то смысле. Вот, да, как экономики, так, собственно говоря, и культуры, и искусство. И, в каком-то смысле, искусство превратилось в такой, как бы, достаточно, какой аттракцион? Ну, кто более аттракционное сделает, как бы, у кого аттракцион лучше, как бы. Понятно, чтобы у тебя был хороший аттракцион, тебе нужно хорошие деньги, чтобы это аттракцион осуществить. И второе, тебе должны быть связи, чтобы его куда-то взяли, твой аттракционный показали, ну, и хорошо про него написали. И, соответственно, это все уже появляется, вот, то есть, и ты попадаешь вот в этот большой-большой мир этих структур, которые там уже как-то работают. Там есть люди, которые хорошо в этом разбираются, и они очень хорошо разбираются. Есть люди, которые вообще не разбираются, и думают, что от того, что они будут делать интересное искусство, что-то там они как-то продвинутся. Нет, нет. Если говорить про продвижение, надо просто понимать мои стримы, надо, бери так, надо просто отдавать себе отчет, поставить главный вопрос, вопрос просто один. Чего тебе надо? Что ты хочешь? Нет, что ты хочешь? Я хочу стать самым известным художником. Самым известным? Налево. Или направо, неважно. Ну, в ту дверь, короче. В ту дверь и выполняй все, что там написано. А там есть как-то, ты хочешь быть, значит, надо учить язык, надо ходить, надо писать, надо уезжать из Москвы. Ты в Москве никогда не будешь там известным. Если ты в Москве живешь, ты никогда не будешь там известным художником в мире. Никогда. Ты не будешь ходить даже в сотни. Вот просто. Вот просто, потому что живешь не там. Все. Просто, ну, и таких правил миллион как бы. И вот люди, которые их понимают, плюс еще, конечно, судьба немножко, талант. Он, конечно, очень помогает, если он есть. Связи, возможности, случайные какие-то вещи, которым тебе вдруг повезло. Тоже очень важно. Потому что, ну, как в Битлес, ну, таких было много. Ну, почему-то вот там срослось вот так. Ну, не срослось бы были вот другие ребята, и они были там. И когда смотришь вот эти там эти вот, ты не понимаешь, что из них лучше, они все одинаковые играют. Вот эти вот там какие-то старые записи, знаешь. Конечно, я все они смотрел. Они играют в этом баре, все играли, я не помню, как это называется. Там, пещера. Наверное, я тоже не помню. Они играют, они все одинаковые. Все в этих пиджачках, штанишках, все классно играют. И приблизительно, допустим, одну и ту же песню съедают. Вот. Ну, это я не профессионал просто, да. Вот. И в этом смысле художники такие же, как бы. И просто вот из кого-то получается Роллинг Стоунс и Битлес, а из кого-то ничего. И поэтому говорите про... А искусство, оно сейчас колоссальные возможности. Хочешь сайенс арт делать, хочешь делать с всякими там, как бы, видейными там вещами. Хочешь в интернете делать, хочешь там вот ты сделал свой, не знаю, как это, канал, сайт, блог. Пожалуйста, ты можешь размещать свои картины там или что-то, ты делаешь перформансы, где хочешь, там, показывай. Дорога к публике проста. Дорога для любого куратора одно письмо, как бы. Понимаешь? Ты можешь к нему залезть на страничку в Фейсбук или там, я не знаю, ВКонтакте, или кто там, где он там сидит, там образ сидит, я знаю, в Инстаграм. Залезть к нему, подружить. Ну, это вот простой пример. Например, берешь 100 главных кураторов мира, находишь их в Инстаграме, задруживаешься. Находишь их в Фейсбуке, задруживаешься. Глядишь, да, понятно, из них половина тебе не ответит, там, нет. Ну, ты там получил 10, там получил 10, там получил 5. Потом берешь 100 самых больших художников, 200 самых известных. Кто же им послал? Все, у тебя уже есть связь какая-то, понимаешь? Ну, то есть, если задаться, то есть, в каком-то смысле, искусство сейчас, это как бы китайская стратегия войны, как бы. Это умение построить свое государство, умение его защищать, умение нападать, умение, как бы, строить взаимоотношения, умение мыслить стратегически, оптически, перспективно, уметь вовремя подвести обозы, понимаешь? Все вот это, все прямо, вот, бери книгу и начинай заниматься современным искусством. В каком-то смысле, и поэтому, и поэтому то, что ты делаешь, на самом деле, это не имеет никакого значения. И даже для художников, которые делают, я, знаешь, я знаю очень мало художников, для которых то, что они делают, это как-то связано с их, ну, какой-то внутренней сутью, с реальностью. Для многих это просто такие проекты, просто проект, ну, он взялся, он посчитал, что вот это, а не от ума, то есть, это как бы просто менеджерский проект, кураторский проект. Вот я буду художником, который занимается, любит природу, а сейчас очень актуальны художники, которые там, я не знаю, путешествуют. Ой, я буду художник-путешественник. А сейчас очень интересные художники, которые внедряются в социальные, специальные там, как бы, вот, в социальные структуры жизни, они, как бы, влезают, выгрызают оттуда правду. Окей, я пойду поселюсь в лазере, в лагерь беженцев поеду, там, куда-нибудь в Ливан, там, устроюсь, этим самым буду беженцем, там, потом буду, там, наемным солдатом где-то, буду везде это фотографировать, описывать, выставлять. И это будет востребовано в определенных, как бы, институциях, которые есть, которые этим интересуются. И ты знаешь, что они это у тебя всегда возьмут. То есть вот, когда ты это понимаешь, то тогда вот становится скучно. Не потому, что все было, не потому, что все было, а потому, что все фальшиво, как бы, вокруг, все ненастоящее, как бы. Но подается, как настоящее. И ты смотришь на это, думаешь, ё-моё, интересно, вот это вот тяжело. И ты сам-то думаешь, а я тоже фальшиво, а что же ненастоящее. А я-то что из себя представлю? Это то же самое. И, знаешь, в этом мысли становится совсем страшно. Вот тогда становится плохо. А то, что там было, не было, подумаешь, господи, это можно пережить. ты будешь продолжать в своих классических техниках все делать или ты ну ты же не можешь сейчас все бросить и пойти в digital art я всегда все делал понемножку почему я и кино снимал не на самом деле я же много чем занимался просто это все не очень так известно даже в третяковке там есть работы вот сейчас выставлены как бы в постоянной экспозиции новый там да у меня там артефакты просто обломки скульптур моих 90-х годов или там текстовые работы то есть на самом деле многое чем просто картины как бы мы долго занимались как-то это имело наибольший успех а так ночью я фильмы какие-то снимал и там фотографии всю жизнь делал вот я все хочу сделать выставку фото и так далее но с другой стороны осталось мало времени как бы я чувствую физически как мало времени и тратится как бы тоже на как бы типа охватывать все нет смысла я сейчас нахожусь на каком-то таком промежуточном все равно состоянии что я и понятно что я картины рисую больше всего так сказать умею больше люблю и как ну мне удобнее это делать потому что понятно опять же если даже картины будут немножко другие то их легче воспринять ну людям чем если я буду выставлять там я не знаю там и значит делать перформансы пример вот грубо говоря если вопрос звучит так какие ваши творческие планы рисовать но все равно я считаю что междисциплинарное искусство она как будто она там есть ресурсы когда это не просто живопись или не просто там какой-то там не знаю просто фото или просто какой-то принт когда что-то между там вот перформансом еще чем-то еще чем вот мне кажется сейчас это вот на очень коротком этапе это принципе нормально вот а в будущем чем я не знаю я думаю что я думаю что во всех художников в будущем не будет это не серьезно еще что-то не нужная абсолютно вещь на самом деле человечество но сейчас она сейчас сталкивается с этой проблемой где хранить все это вот барахло которое мы создаем где его хранить сколько-то музеев надо это невыгодно содержать просто еще вот эта картина их можно там как-то составить там в рулон свернуть там до лучших времен а вот инсталляции инсталляции как бы куда и как как бы то есть это очень условно и вообще как бы я думал что сейчас будет все равно будет в некотором смысле какие-то вещи будут пересмотрены потому что это нормально когда происходит ревизии какие-то вещи пересматриваются дело в том что вообще вот я не знаю мы можем про христа возьмем да вот христа вот он там заворачивать ну допустим вот гринь сидишь или штатно заворачивал да в эту ткань ну как бы красиво там да блин сколько времени сколько денег у нас в москве я думаю что у вас берлине тоже но я тоже видел куча строек так же завернут так же завернут абсолютно так же еще лучше бывает ну типа просто проблема в людях они просто не видят что это красиво а когда им завернули сказали что знаете потрачено там сколько-то миллионов из бюджета бундес там как называется не знаю там в общем короче из немецкой из жирной немецкой годы потрачено вот такие-то миллионы чтобы 300 завернул и это два месяца посуществовало это еще с подсветкой ночью и так далее то люди начинают типа видеть что это красиво а а реальную красоту они не видят или вот например тоже вот этот хиршкорн вот развалины в Эрмитаже бля я просто не знаю я даже написал в фейсбуке друзья я вам верю что вы были в Эрмитаже и видели хиршкорн пожалуйста больше не публикуйте его уж достали вы этими развалинами ну невозможно вы что-нибудь другое там сфотографируйте каждый хочет показать что он там был ну выйдите не знаю на стройку или он есть красивые стройки красивые развалины я я в Москве я даже в Эстонии знаю тут есть просто громадные заводы стоят просто пустые на берегу моря там выбиты стекла гуляет ветер приедьте посмотрите вы будете там один это все ваше вы можете там такое найти такое увидеть такое почувствовать никакой хиршкорн это сделать близкой что вы смотрите какую-то фальшивку понимаешь люди убогие то есть все 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 это искусство оно стоит за то что люди убогие они не умеют видеть кого они не умеют чувствовать им нужно привести как баранов сказать вот смотри это красиво потому-то 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 заплатить заход но после этого конечно же будет банкет все нормально и все понимаете я приехал я культурно отдыхаю я приехал в Питер там откуда-нибудь а сейчас а может я еду в Венецию а потом мы едем в Кассель и везде нас развлекают эти художники они строят какие-то ну инсталляции ну прикольные ребята вот в принципе это просто это просто с жиру как бы вкуснее человечество может оплачивать эту хрень вот до сих пор пока может еще но оно никому не нужно на самом деле потому что просто нужно уметь это видеть в жизни и все оно все это есть ну например я не знаю там нет я вот честно скажу вот еще например знаешь очень часто бывает строят выставка вернисаж какой-то там большой и какую-то типа избушку построят домик построят а потом его разбирают ну просто привезут построят дома а потом там видео показывают такая идея у художника такая идея деревянный сруб поставить 6 на 8 внутри выставки и там показывают на белых экранах 4 видео внутри ну это должен быть сруб классный все построили сруб поставили привезли откуда-то все собрали потом раз все вынесли выкинули все можно же дом было построить без рационально когда появится экология настоящая экология сознание экология сознания когда люди будут понимать что это что не нужно строить художнику ради удовлетворения его амбиций избушку на выставке а избушку надо отдать нищему которому не длежит вот ему надо построить и отдать эту избушку а художник на стенке покажет видео ничего ничего страшного спасибо тебе огромное мы с тобой долго шли к этому ну наконец пришли отдыхать ты не мешал мне тоже все давай дорогой